За большим столом руководство Политеха, БПЗ и Краевого управления по пищевой промышленности. Собрались, чтобы подвести итоги работы Попечительского совета ВОЗа, но главное – определить совместные стратегические задачи. И одна из таких – помощь техническому университету в подготовке специалистов, в которых нуждаются предприятия региона, в том числе в сфере пищевой промышленности. Поступают у нас ребята сейчас, а выпустится только через 4 года. Поэтому вот эта стратегическая задача, связанная с определением направлений подготовки, она как раз и решается на таких заседаниях Попечительского совета. В специалистах разных направлений нуждается наш край. Нужны айтишники, энергетики, инженеры. Таких в Политехе готовят, но ценные кадры важно еще удержать. Если, условно говоря, в другие регионы пытаются уехать молодые специалисты, которые пытаются найти новые возможности, новые какие-то для себя открытия, пути развития, то в Алтайский край уже приезжают технологи, либо с опытом работы с большим, соответственно, уже с пониманием того, что делать. Поэтому миграция специалистов, она идет. В любом случае, задача, наверное, университета – готовить высококлассных специалистов, имеющих практику работы. Возможность наработать практические навыки готовы предоставить многие предприятия края. Так, на Барнаульском пивоваренном заводе ежегодно стажируются будущие технологи пищевого производства. Берем студентов на практику. То есть там есть наши профильные специалисты готовятся. Это как по технической части, так и специалисты в пивоваренном цехе, бродильное, лагерное отделение. Очень много проходит практику, и некоторые потом остаются. Мы сами в этом заинтересованы, да, потому что сейчас мы знаем, на рынке труда с кадрами очень сложно. Сотрудничество между ВУЗом и Барнаульским пивовариным теперь будет еще более тесным. На встрече завод включили в число побечителей ВУЗа. Это значит, что предприятие будет и дальше помогать в подготовке ценных кадров, которых готово трудоустраивать. От молодых специалистов на БПЗ ждут новаторских идей для дальнейшего развития производства. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.